Всем привет! Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Приятного просмотра! Мария Кожевникова высказалась о смертельном ДТП в Москве, устроенном пьяным Михаилом Ефремовым. Она пожелала семье погибшего душевных сил. В инстаграм-аккаунте актриса рассказала собственную историю, связанную с последствиями чрезмерного употребления алкоголя. Она призналась, что всегда считала спиртное зло. По словам Марии Кожевниковой, ее близкого друга насмерть сбила машина. В тот злополучный вечер он выпившим переходил улицу и попал под автомобиль. «Его нет с нами, и я до сих пор мысленно с этим не жилась», — призналась знаменитость. По словам артистки, виновным признали водителя. Но у ее знакомого могла быть другая реакция, если бы не алкоголь. Мария Кожевникова выразила сочувствие и семье погибшего, и Михаилу Ефремову. При этом она подчеркнула, перед законом все должны быть равны, и актер должен понести наказание. Звезде жаль, что Ефремов не смог справиться с пагубной зависимостью. Еще больше она сожалеет о том, что родные водителя фургона потеряли главу семьи. Напомним, что вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов за рулем джип Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественный грузовой фургон. Водитель ВАЗа погиб. Экспертиза показала, что актер был пьян. Слава и признание публики пришли к Марии Кожевниковой с ролью охотницы за богатыми мужчинами, Аллочки из молодежного сериала «Универ». Когда актриса стала депутатом Государственной Думы, на нее посыпалась масса упреков. По какому праву блондинка из анекдотов, снимавшаяся для плейбоя, занимает место в российском парламенте? Сама Мария к политическому этапу в жизни отнеслась как к шансу открыто озвучивать интересующие ее проблемы с высокой трибуны и предлагать пути решения. Артистке пришлось оправдываться за каждый воплощенный на экране персонаж. Кожевникова утверждает, что в душе она отнюдь не комик, мечтает сняться в фильмах, которые надолго останутся в памяти, и получить Оскар. Искусство, как говорила Мария в интервью во времена депутатства, мощный инструмент воздействия. Последние проекты с участием Кожевниковой доказывают, что многодетная мама переросла роли студенток, ищущих лучшей жизни, и превращается в серьезную драматическую актрису. Мария Кожевникова – коренная москвичка. Российская актриса родилась 14 ноября 1984 года. Папа Марии Александр Кожевников – известный российский спортсмен-хоккеист, заслуженный мастер спорта и двукратный чемпион Олимпийских игр. Достижения отца всегда были примером для маленькой Маши. Практически никогда не возникало сомнений, что биография Марии Кожевниковой будет связана именно со спортом. В каком-то смысле так и произошло. Девушка стала мастером спорта по художественной гимнастике, но продолжать карьеру спортсменки Марии помешали ее пышные формы. Девушка имела вполне средний, даже небольшой рост, но при этом отличалась крепким телосложением. Кожевникова неполная, но в стандарты этого вида спорта ее фигура немного не вписывалась. Будущая звезда телеэкрана вспоминает детство с улыбкой. По словам Марии, она была очень упряма, но тем не менее всегда умудрялась радовать своих родителей. Маленькая Маша никогда не отказывала в помощи маме, была вежлива со всеми, играла в подвижные игры, любила читать стихи и танцевать. Несмотря на тренировки, Кожевникова никогда не забывала об уроках и школе. Девочка всегда хорошо училась, ответственно выполняла все задания. Когда со спортом решено было закончить, Кожевникова предпочла актерскую карьеру. Мария поступила в Российскую академию театрального искусства, совмещая обучение с участием в музыкальном коллективе «Любовные истории», к которому присоединилась в 2002-м. К сожалению, группе так и не удалось взлететь на музыкальный «Олимп», и Мария посвятила все свое время актерскому мастерству. Поначалу Кожевникова снималась только в эпизодических ролях. В 2002-м ей удалось получить маленькую роль в сериале «Рублевка. Лив». Перечень фильмов с ее участием входит также «Дар Божий» и «Сердцеедки». Но желаемой популярности после этих ролей Кожевникова не обрела. Расцвет творческой биографии Марии Кожевниковой начался с сериала «Универ». Действия происходили в московской общаге, студенческая жизнь которой была сюжетом истории. Тогда Мария с блеском прошла кастинг на одну из главных ролей «Блондинки Алочки». Героиня Кожевниковой – жадная и беспринципная девушка, которая совсем не блещет интеллектом. Ситком об общаге произвел неизгладимое впечатление на зрителя и стал одним из самых популярных сериалов канала ТНТ за всю историю его существования. Благодаря взбалмошной роли Аллы Гришко-артистка обрела популярность и стала настоящим секс-символом. Фото Марии Кожевниковой стали мелькать во многих отечественных глянцевых изданиях. Актриса даже снялась для журнала «Плейбой». На восьми кадрах и запубликованной фотосессией Мария была полностью обнажена. Маша говорит, что что-то общее с героиней у нее есть. Обе умудряются попасть в несуразные ситуации. Актриса каким-то странным образом постоянно притягивает ушибы, травмы, порезы. Но в остальном девушки абсолютно разные. Кожевникова привыкла работать над собой и добиваться всего самостоятельно, в отличие от ее отчаянной героини. Сериал не только раскрыл актерские таланты Марии, но и подчеркнул музыкальные. Вместе с исполнителем роли Кузи, Виталием Гагунским, Кожевникова записала песню «Кто, если не мы», которую актеров неоднократно просили исполнить на различных мероприятиях. Песня «Кузи и Аллы» получила невероятную известность. Когда Маша сменила съемочную площадку на политическую трибуну, пальма первенства в ситкоме перешла Каня Хилькевич. У новой героини появилась и новая коронная словечка «Найсец» вместо «Лочкиного пипец». В 2012 году Мария поразила поклонников своей стервозной ролью в фильме «Духлос». Многие говорили, что Кожевникова сыграла роль дешевой девчонки. Но сама артистка не видит ничего странного в своем поступке, так как считает, что настоящий актер должен уметь перевоплощаться в разные образы. В детективе «Верю, не верю» Мария сменила амплуа, представ в неожиданном образе подполковника Следственного комитета, который надоела офисная работа. Молодая женщина воспользовалась кризисом в личной жизни, сменила место жительства и переквалифицировалась в частного сыщика. Помощь в расследовании преступлений оказывает подруга, доверяющая гороскопам и интуиции. В феврале 2015 года в России состоялась долгожданная премьера фильма «Батальон» режиссера Игоря Угольникова, где Мария получила одну из главных ролей участницы боевых действий Первой мировой войны. Фильмография Марии Кожевниковой пополнилась самой сильной и серьезной ролью со времен начала ее актерской карьеры. История имеет достоверные реальные факты. По инициативе Временного правительства поступил указ о создании женских батальонов. Этот шаг должен был поднять боевой дух тех, кто в отчаянии не верил в победу. Мария Кожевникова пожертвовала густой шевелюрой ради роли в фильме «Батальон». Причем актриса не просто подстриглась, сменив длинные волосы на каре, девушка решилась на более сложный шаг, побрилась на лысо. Прямо в кадре ей обрили голову, как и многим коллегам по съемочной площадке. Мария призналась, что не без волнения переживала этот момент. Жертва того стоила. За роль в фильме Мария получила премию «Золотой орел». Проект «Спорт без границ» посвящен Олимпийским играм в Сочи. В комедийном фильме, снимавшемся в Австралии и Украине помимо Марии, задействован Жерар Депардье в образе тренера мужской сборной по горным лыжам. Кожевниковой отведена роль отстраненной от соревнований талантливой спортсменки, которую новый тренерский штаб привлекает как мотиватора для повышения результатов команды. Совсем иной, драматический. Персонаж достался Марии в сериале «Казнить нельзя помиловать». Сюжет разворачивается в послевоенном Ленинграде вокруг бывшей разведчицы Нины, которая пытается выстроить мирную жизнь с любимым мужчиной. Но городская банда убивает молодого человека и героиня начинает мстить. Девушка не собирается ждать, пока милиция докопается до истины и методично расстреливает убийцей воров, заполонивших город.